Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать готовую еду из ленты. Разнообразие еды в этом супермаркете очень большое, и когда лень или нет времени готовить, то можно даже организовать праздничный стол. Ну что ж, давайте проверим, вкусная ли это еда. Салат Оливье без майонеза. 17 килограмм, 239 рублей. Здесь у меня 138 грамм и вышло на 33 рубля 11 копеек. Как мы видим по составу, здесь очень-очень много морковки. В обычной Оливье даже столько много морковки и не кладут. Есть немножечко свежих огурцов и есть маринованные огурцы. Также картошка и какая-то колбаса. Но видно, что еще и яйцо есть. И горошек зеленый. Попробовал все ингредиенты, и надо сказать, что качество неплохое. Даже вот эта вот колбаса, мне так показалось, что это что-то вот даже типа ветчины, по вкусу мне понравилась. Горошка зеленого, правда, здесь не так много. Несколько горошек я попробовал, и это на самом деле хороший горошек. Не какой-то дешевый, а очень даже качественный. Добавил сметаны, посолил, все хорошенько перемешал. И по вкусу салат очень хороший. Можно сказать, что как домашний. Думаю, что такой салат можно спокойно поставить на праздничный стол. В этой плошечке лежит куриная отбивная в сыре. Стоимость 369 рублей за килограмм. Здесь 125 грамм, и на 46 рублей 24 копейки вышло. Даже написан еще и состав. И состав, он здесь не полностью натуральный. Еще присутствуют различные добавки, которые находятся в сыре. Сыр, в общем, здесь не очень хороший. Разогрел курицу 1 минуту в микроволновке. Давайте посмотрим, что тут будет у нас в разрезе. Как мы видим по разрезу, сыра здесь не так уж и много. То есть, по сути дела, это просто типа кляра какого-то. Сам вот этот вот сырный кляр неплохой, но сыр здесь вообще никак не ощущается. Назвали бы просто в кляре, потому что здесь чувствуется, что есть яйцо, мука, но вот сыра практически не ощущается. Сама курица свежая и очень мягкая. По-моему, качество очень даже неплохое. Теперь давайте попробуем салат Цезарь. Стоит он 339 рублей за килограмм. Здесь чуть меньше, чем 200 грамм. И вышло на 60 рублей. Внешне, конечно, это совсем не салат Цезарь. И сыр здесь сразу же видно, что это никакой не пармезан. И очень сильно пахнет чесноком. Такое ощущение, что это не Цезарь, а какой-то просто чесночный салат. Ни внешне, ни по запаху вообще никак на Цезарь не похоже. Да и к тому же никаких сухариков здесь нету и курица какая-то непонятная. По вкусу, в общем, ничего общего с настоящим салатом Цезарь здесь нету. Помидоры хоть и черри, но по вкусу они какие-то затклые. Огурцы нормальные. Сыр, конечно же, не пармезан. Но ничего, сыр в общем еще съедобный. Также лежат здесь кусочки пекинской капусты. И местами попадается чеснок. А также еще должен быть бы соус Цезарь. Но это совсем не Цезарь, это просто какой-то дешевенький майонез. В целом салат не очень вкусный. Его очень сильно заправили майонезом. И по сути дела продают майонез по цене салата Цезарь. В общем, своих денег этот салат не стоит. Здесь находится свинина богатырь. Стоит она 579 рублей за килограмм. Здесь 263 грамма и вышла на 152 рубля. Написан здесь и состав. Из мяса здесь свиная шея. Разогрел это мясо в микроволновке полторы минуты. Хорошо все прогрелось. И какой-то очень много влаги натекло. Не знаю, откуда она здесь взялась. Сейчас посмотрим, в общем, что здесь внутри. Как мы видим, самого мяса здесь не так уж и много. А очень много вот этой вот шубы. Можно было бы сказать, что это свинина в богатырской шубе. А шуба состоит из майонеза, шампиньонов и ветчины. Как мы видим, сверху еще имеется небольшая сырная корочка. Но сыра здесь совсем чуть-чуть. Больше всего здесь вот грибов, майонеза и вот этой вот ветчины. Даже не смог и понять, хорошая это ветчина или нет. Потому что вкус майонеза, он все остальное перебивает. Сами эти шампиньоны консервированные и по качеству неплохие. Мясо очень мягкое. Чувствуется, что это на самом деле свиная шея. И по качеству мясо хорошее. Но единственный минус, то что цена слишком большая. Потому что мяса здесь не так уж и много. Наверное, половина это вот эта вот шуба. И очень много майонеза. И конечно же майонез он таких денег не стоит. И поэтому, я думаю, надо было бы сделать килограмм рублей за 300. Было бы более адекватно. Салат крабовый. Килограмм стоит 239 рублей. Здесь почти 200 грамм. И вышло на 50 рублей. Посмотрев на внешний вид этого салата, сразу же заметно, что здесь очень много майонеза. Также здесь есть кукуруза. Но кукурузы не очень много. Есть огурцы свежие. И крабовые палочки. А также рис. Но структуру риса даже и не различить. По всей видимости, он переваренный. Попробовал на вкус. По вкусу салат неплохой. Но действительно майонеза очень много. Майонеза, в общем, не пожалели. Думаю, что для своей цены качество вполне приемлемое. Попробуем теперь треску с овощами. Стоит она 400 рублей за килограмм. Здесь 250 грамм. И вышла на 100 рублей. Разогрел треску полторы минуты в микроволновке. Как мы видим здесь из овощей помидоры. Это у нас оливки, морковка. Также еще в составе было написано, что есть майонез. Если убрать всю шубу, то самой рыбы получается не так уж и много. Больше всего здесь, как мне кажется, это морковки. Сама рыба по вкусу мне понравилась. В составе еще были написаны, что есть какие-то специи для рыбы. Но специи не очень сильно ощущаются. Со специями, в общем, не переборщили. То, что касается овощей. Больше всего здесь морковки. Морковка протушилась хорошо. Морковка нормальная. Также еще чувствуется наличие лука. И в целом блюдо неплохое. Но единственный минус в том, что овощей здесь гораздо больше, чем самой рыбы. Такую штуку из ленты я еще никогда не пробовал. Называется цветная капуста в кляре. Стоимость 175 рублей за килограмм. Здесь 200 грамм. И вышла всего лишь на 35 рублей. Так как эта капуста приготовлена не только что. Она приготовлена уже, не знаю, в общем, или утром, или еще вообще вчера. Поэтому, конечно же, кляр уже отмяк. И здесь совершенно ничего не хрустит. Поэтому, конечно же, вот такие блюда, которые приготовлены во фритюре, их лучше пробовать только-только приготовленными. Иначе потом уже вкус совершенно не тот. Хинкали домашние с картофелем. Стоят они 94 рубля за килограмм. Здесь 250 грамм. И вышло на 23,5 рубля. Разогрел эти хинкали одну минуту в микроволновке. Давайте посмотрим, что там будет внутри. В разрезе мы видим, что теста очень-очень много. И тесто вот здесь вот даже не проварилось. Поначалу еще подумал, что это какая-то тушеная капуста. Но оказалось, что это жареный лук. По вкусу оказалось неплохо. Картофельное пюре качественное, вкусное. И само тесто у хинкали тоже неплохое. Но единственный минус то, что чересчур толстый слой теста. И оно местами не проварилось. Салат мимоза. Стоит он почти 300 рублей за килограмм. Здесь 200 грамм. И вышло почти на 60 рублей. Посмотрим сейчас, что у нас будет здесь в разрезе. Слоеный ли этот салат. Как мы видим, салат слоеный. И сразу же попалась вот такая вот огромная кость от рыбы. Здесь мы видим картошка. В составе было написано, что из рыбы здесь консервированная горбуша, лук, а также яйцо и майонез. В рыбе оказалось очень много костей. Я впервые встречаю консервированную горбушу, чтобы кости были жесткие и они совершенно бы не жевались. Такое ощущение, что эта рыба не консервированная, а ее просто либо пожарили, либо сварили. В общем, она точно не из консервов. Есть и нужно такой салат очень аккуратный. Иначе можно даже подавиться вот такими косточками. То, что касается самих слоев салата, то рыбы не пожалели. Горбуши, в общем, здесь нормальное количество. Пожалели только лишь майонеза, потому что слои пропитаны майонезом слабо. И вот этот вот слой, где картошка, он очень сухой. И в целом салат тоже не особо сочный. Но это, конечно же, не принципиально, потому что много майонеза это тоже плохо. Поэтому, думаю, для своей цены качество очень достойное. Потому что сама вот эта горбуша, как и все остальные ингредиенты, по вкусу мне все понравилось. Куриные крылышки фри. Стоят они 369 рублей за килограмм. Здесь 105 грамм. И обошлось это все в 38 рублей. Разогрел крылышки одну минуту в микроволновке. Ну и так как они приготовлены уже не только что, поэтому полностью отмякли. И вот эта вот панировка, она совершенно не хрустит. Я вот нажимаю на нее, и выделяется очень много жира. Очень жирная панировка. По разрезу заметно, что мясо хорошо прожарилось. Приготовлено, в общем, все неплохо. Слой панировки не маленький, довольно-таки толстый. И по внешнему виду смотрится неплохо. Попробовал на вкус, и по вкусу мне все понравилось. Чувствуется небольшая остринка, но ее совсем чуть-чуть. Потому что такие же крылышки, например, в Макдональдсе, они гораздо-гораздо острее. Чувствуется, что крылышки свежие, мясо нормальное. Единственный минус в том, что панировка совершенно не хрустит, так как они не свежеприготовлены. Попробуем пирог с малиной и ванильным кремом. Весит он 203 грамма, и обошелся в 51 рубль. Посмотрим, что будет в разрезе. Как мы видим, начинки здесь очень много. Гораздо больше, чем самого теста. Попробовал на вкус. Вкус мне понравился. Это вот на самом деле красненькое, это малина. Возможно, что это какое-то варенье. Присутствуют малиновые косточки, и вкус действительно малиновый. Ну, а вот это вот желтенькое, это ванильный крем. Не знаю точно, из чего он сделан, но по вкусу неплохо. Само же тесто, оно какое-то необычное. Оно недрожжевое. Такое ощущение, что немножечко какое-то даже и песочное. В общем, не знаю точно, что это такое за тесто. Но по вкусу, в целом, пирог неплохой. Думаю, на свои деньги он тянет. Зразы домашние, картофельные, с мясом. Стоимость 225 рублей за килограмм. Здесь 116 грамм, и на 26 рублей вышло. Посмотрим в разрезе, много ли тут мяса. Как мы видим, мяса действительно присутствует. И даже немало. Попробовал на вкус. Сама картошка неплохая. А вот эта вот мясная начинка мне не понравилась. Потому что мясо очень жилистое, и также очень много лука. Есть не очень-то приятно. Хоть эта зраза и недорогая, стоит 26 рублей. Но и этих-то денег она не стоит. Лучше бы делали тогда бы вообще без мяса. Потому что фарш не очень качественный. Камбала жареная. Стоит она 438 рублей за килограмм. Здесь 224 грамма, и вышла на 98 рублей. От этой камбалы идет очень сильный рыбный запах. И надо сказать, он какой-то не очень приятный. Разогрел ее 1 минуту в микроволновке. Теперь можно попробовать. Перевернем давайте и посмотрим на другую сторону. Видно, что она была обжарена с небольшим количеством муки. Попробовал на вкус, и она оказалась абсолютно не соленой. Соли не добавили сюда ни грамма. Хотя во вкусе ощущается, что рыба нормальной свежести. Она не протухшая, по крайней мере. А внешне она смотрится вполне неплохо. Это пирог с яблоками. Стоит он 181 рубль за килограмм. Здесь 122 грамма, и они обошлись в 22 рубля 20 копеек. Посмотрим, что будет в разрезе. Как мы видим, все-таки тесто здесь больше, чем начинки. Начинка сама мне понравилась. Тут яблоки, залитые сиропом. А вот тесто не очень понравилось. Оно какое-то чересчур уж плотное. И сам по себе вот этот вот пирожочек, он такой тоже плотненький. Даже вот так вот его трогаешь, он очень плотный. И поэтому такой вот увесистый. Начинка, в общем, вкусная. А сама вот это тесто мне не очень понравилось. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание, и до новых встреч!